Она промокла Лифта надпись «Кось» Идёт ремонт, ой И я весь день послушно ждал Восьмой этаж, лень И до чаяния устал Продрогший плащ Бесполезный день за два Слушай, Москва, плохо ей плачет она Ночь за три болит голова весна День за два Слушай, Москва, плохо ей плачет она Ночь за три болит голова весна 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 Согреет руки кипяток Дождю назло газ Осядет пар на потолок И на стекло в раз Сольются здесь китайские плеси полюса Пусть она рисует на стекле свои глаза Бесполезный день за два Слушай, Москва, плохо ей плачет она Ночь за три болит голова весна День за два Слушай, Москва, плохо ей плачет она Ночь за три болит голова весна Весна, весна. Весна, весна. Я занимаюсь в своем университете, в Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации. Там я занимаюсь в эстрадной студии «Александрия». Мы принимаем участие в городских мероприятиях, в мероприятиях регионального, республиканского, областного типа. Также мы там поем, играем на инструментах. А есть уже какие-то награды, статуэтки? Несомненно. Последней наградой нашей студии является номинация «Первое место» на арт-локации, которая прошла в мае 2018 года в городе Могилеве. Ну что ж, Дарина, спасибо тебе большое. Эти аплодисменты еще раз для тебя. Присоединяйся к нашим зрителям в нашем зрительном зале. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. И совсем скоро я познакомлю вас с остальными участниками сегодняшней программы. Дорогие друзья, напоминаю, на «Беларусь 4» прямой эфир. Это программа «Добрый вечер. Гомель». Сегодня будем говорить о студенческом творчестве. Я хочу представить гостей в студии. Артем Сушко и Мария Евсеенко. Студенты Белорусского государственного университета транспорта. Победители форума студенческих талантов «Зимняя радуга». Сегодня у нас в гостях. Хочу представить Олесу Готальскую. Это студентка Гомельского медицинского университета. Победитель областного конкурса «Студент года». Сегодня в нашей студии будущий экономист-менеджер. Студентка Белорусского торгово-экономического университета, которая расскажет нам о своем необычном увлечении. Кристина Сивуха у нас в гостях. Добрый вечер, Кристина. Ну, а рядом с Кристиной вот такой молодой, но поверьте, очень талантливый Евгений Плешкунов. Победитель областного конкурса видеоблогеров, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях. Давайте мы им поаплодируем. Ну, конечно же, кто лучше, чем лидер нашей современной молодежи? Второй секретарь Гомельского областного комитета Белорусского республиканского союза молодежи Юлия Липовская. Кто же не знает, действительно, как отдыхает сегодня и как проводит это время между лекциями наша молодежь. Так что, Юлия, спасибо, спасибо, что пришла. Эти аплодисменты для тебя. Ребят, ну, хочу еще раз сказать всем добрый вечер. Действительно, поблагодарить, что вы нашли время, пришли в нашу студию. Я знаю, что у кого-то это мероприятие сумасшедшее, у кого-то подготовка к сессии, к экзаменам, кто-то уже к Новому году готовится. Я знаю, что вы такие талантливые, все нарасхват. Юль, ну вот хотелось бы, наверное, начать. Помнишь ли ты вот свои студенческие годы, какой-то, может быть, там коллектив художественной самодеятельности вот был же, наверное, и у тебя? Расскажи. Вы знаете, я отношусь, относилась к числу тех студентов, которые, переступив порог вуза, задали сразу вопрос. А что у вас есть? Кружки, секции, коллективы какие? Да, я в свое студенческое время занималась в студии вокального мастерства. То есть, Юль, ты поешь? И «Зимняя радуга» для меня это мероприятие не просто вот где-то там. Это родное, потому как мое первое знакомство с городом Гомелем, с большой сценой, с вузом состоялось именно с первокурсника и уже в последующем с фестиваля студенческих талантов «Зимняя радуга». Ну, мне кажется, когда студент впервые выходит в институте на сцену, он уже, во-первых, его знают преподаватели, да, ему уже аплодируют преподаватели. Мне кажется, там уже и учиться легче, и сессии легче сдавать. Ну, безусловно, играет свою роль, потому что, хочу сказать, да, сегодня мало быть просто профессионалом, специалистом. Любой руководитель, любой наниматель хочет видеть всесторонне развитую личность. И, конечно же, это помогает в учебе. Понятно, что учеба должна быть на первом месте. И за одни лишь выступления, за одни лишь театральные постановки пять баллов мы учились по пятибалльной системе, никто не поставит. Поэтому всё это должно гармонично сочетаться, а творчество, оно только помогает. Знаешь, Юля, я вот помню, что в моей молодости очень модно было заниматься в театральных кружках. Я сама через это прошла и очень любила вот эти все репетиции, сцены, зрители. Это было очень интересно. Наверное, вот с этим я в дальнейшем пошла и где-то как-то связала свою жизнь. Но в любом случае очень интересно узнать, какие вот студенческие инициативы сегодня популярны у нашей молодёжи. Вот что выбирают ребята, чтобы применить свои таланты? Чаще поют, видеоклипы снимают. Вы знаете, каждый по душе выбирает. Кто-то в школе, если был театралом, то, несомненно, продолжает свою деятельность. И танцует, и поют. С развитием сети интернет, блогерство получило своё развитие, инстаграм. То есть вы видите, как это востребовано, как это популярно. Сети интернет огромное количество. И мы тоже, союз молодёжи, как вы сказали, мы не только знаем всё о студенческом, мы в первую очередь организуем их досуг, стараемся что-то предложить интересное. Если интересуется молодёжь интернетом, то тоже идём туда, чтобы сделать это пребывание в сети интернет полезным. Ну что же, да, интернетом молодёжи интересуются, дорогие друзья. Но, слава богу, что не только интернетом. Ну, дорогие друзья, а чем вы занимались в студенческие годы? Звоните в студию, пишите в Вайбере, присоединяйтесь к нашему доброму вечеру и участвуйте в конкурсе. Сегодня мы разыгрываем пригласительный билет на новогоднее представление «Новый год наоборот». Представление пройдёт в конце декабря в общественно-культурном центре в Гомеле. Приз этот предоставляет Гомельская областная филармония для того, чтобы выиграть пригласительный билет на двух человек. По телефону 34-22-43 надо правильно ответить на вопрос нашего конкурса. Итак, дорогие друзья, продолжите пословицу. В молодости учись, в зрелости трудись, а в старости... Вот что же надо делать в старости? Ещё раз. Продолжите пословицу. В молодости учись, в зрелости трудись, а в старости... Добавите, пожалуйста, это слово. По телефону 34-22-43 и пригласительный билет на Новый год наоборот ваш. Ну, а пока вы дозваниваетесь, мы, наверное, посмотрим рекламу. Дорогие друзья, на «Беларусь-4» продолжается прямой эфир. Это программа «Добрый вечер, Гомель». Сегодня мы говорим о студенческом творчестве. Мы объявили конкурс, разыгрываем пригласительный билет на Новый год наоборот. Очень интересное такое новогоднее представление. Приз предоставляет Гомельская областная филармония. Напомню вопрос конкурса. Нужно продолжить пословицу. В молодости учись, в зрелости трудись, а вот в старости. Что же надо делать в старости? У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Давайте мы с вами познакомимся для начала. Добрый вечер, меня Наталья зовут. Наталья, меня тоже Наталья зовут. Вот приятно, тёзка. Очень приятно. Да, скажите, пожалуйста, Наталья, вы помните вообще свои студенческие годы? Пели, танцевали на сцене? Ну, было такое, да, было. Было. А это мешало, вот скажем, учёбе? Да нет. Хорошо, ну что ж, тогда поучаствуйте в нашем конкурсе. Надо продолжить пословицу. В молодости учись, в зрелости трудись, а вот в старости что? Я так думаю, веселись, наверное. Ну, это неплохой вопрос, но я как-то смутно представляю веселиться в старости. Вы знаете, ну, к сожалению, это неправильный ответ на вопрос конкурса. Но я вам даю ещё одну попытку. Подумайте, я ещё раз повторю. В молодости учись, в зрелости трудись, а в старости... Ну, гордись, может. Гордись, вы правильно ответили на вопрос нашего конкурса. Аплодисменты для вас, конечно же. А в старости гордись тем, что ты сделал. Так что пригласительные билеты на новогоднее представление «Новый год наоборот». Достаются вам эти аплодисменты. Спасибо большое за телефонный звонок. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Одно из главных декабрьских событий в студенческой жизни Гомельской области – это фестиваль «Зимняя радуга». Мы уже говорили сегодня об этом. Финал фестиваля состоялся в прошлый четверг в общественно-культурном центре и собрал более тысячи участников, болельщиков и зрителей. Там определили самые творческие студенческие коллективы региона, отдельно отметили самых ярких участников. И в этом году самыми талантливыми были признаны студенты Белорусского государственного университета транспорта. Фрагменты, да, да, вот такие аплодисменты. Фрагменты, дорогие друзья, выступления вы видите сейчас на экране. Мне кажется, это вот должны быть бурные аплодисменты, потому что сегодня присутствуют, да, виновники, в торжества. Мария, я так понимаю, вы Мальвина, а Артем у нас Карабас-Барабас, все верно? Мы вас в гриме не узнали. Нет, вот я Буратино был. А, вы Буратино были. Я была Мальвиной. А вы были Мальвиной. Замечательно. Вообще такие яркие костюмы, яркие декорации, очень такое красочное шоу. Удивительно просто. Скажите, как преподаватели восприняли ваше выступление? Ну, все преподаватели нас поддерживали, как-то помогали, вносили свои какие-то изменения. Также хочется поблагодарить всех, ну, участников, которые принимали участие, культорга нашего, это Кирилл, хореографа, да и Настю. И вообще всех очень хочется поблагодарить, потому что за это время мы очень сильно все сплотились. Это стал очень дружеский коллектив. Была, ну, сильнейшая просто поддержка, опора. Конечно же, когда ты создаешь какое-то дело, ну, случается всякое, там, и какое-то переживание бывает, и что-то не получается. Но в итоге, собрав все силы, вы видите вот это вот на экране, что произошло, и мы смогли это сделать, и мы победили. И «А ну-ка, первокурсник» — это то, что проходится в Белгуте, и «На зимней радуги». Спасибо большое. Артем, скажите, пожалуйста, вам сложно было готовиться к этому мероприятию? Ну, не совсем. Благодаря вот своему коллективу очень было весело, очень было интересно со всеми вот постепенно и знакомиться, вот новое общение, и новое все вот оно очень помогало и подбадривало. А скажите, сложно было вообще победить? Ребят, вот кто был вашим основным конкурентом на этой «Зимней радуге»? Ну, конкуренты были сильные, конечно же. В прошлом году, Юля, кто победил? Медицинские? Медики. Медики, да. Они как, конкурировали с вами в этот раз? Ну, да, но мы старались все равно одержать победу. Думаю, у нас была победа крепкая. Да. У вас, наверное, болельщики были еще, мне кажется, такие, да, сильные. Сегодня они тоже в нашей студии. Это очень-очень-очень важно на самом деле. Кстати, ребят, как вас встретили вот после такой победы в университете? Потому что я знаю, что она долгожданная, много лет. 11 лет назад мы в последний раз побеждали на таком конкурсе. Вот именно факультет или... Именно факультет. Именно ваш факультет. Так назовите, как называется это факультет? Военно-транспорт и факультет. Вот, дорогие друзья, кто победил. Как вас приняли, ребят? Вот расскажите. Ну, вот приходим мы в фойе, переодеваемся. И сразу бурные аплодисменты. Белгут, молодцы. Вообще все начинается со сцены, когда тебе оно оглашает результат. И это просто чувство победы. Оно, ну, непередаваемо, эти эмоции. Потому что столько стараться все вот это вот делать. Ой, Мария, у вас вообще двойная победа. Вы еще победили в номинации лучшая актриса, да? Да. Ну, Артем тоже, по-моему, да, победил в номинации лучший актер? Представитель этой команды. А, представитель этой команды, да. Ясно. А, Мария, скажите, вы впервые вот так вот вышли на такую большую сцену? Или до этого уже был опыт вот участия в каких-то городских, может быть, школьных там мероприятиях на сцене? Ну, был выпускной. В школе проходил, там тоже пробовала себя в качестве ведущей. Хорошо все получилось. Вот. А также я танцевала вальс на выпускной. И с этим вальсом мы потом выступали на открытие фонтана в городе Гомеля. Тоже вот так вот. Ребят, ну такой вот у меня важный вопрос сегодняшнего эфира и попрошу откровенного ответа. Подготовка к первокурснику, подготовка к зимней радуге. Помешало ли в вашей учебе? Ну, вообще не помешало. То есть ни разу не пропустили ни одной лекции? Конечно же пропустили. Было, было дело, да. Но это не отразится вот нам в ближайшей сессии? Ну, учителя понимали, преподаватели, что мы делаем это не... Это через институты, конечно. Да, да, да. И поддерживали нас. Даже вот надо было, отпускали вот. Ну, при этом, знаете, Юль, мне кажется, что в такой ситуации студент должен просто, ну, больше проявить внимание к учебе. В два раза больше потом заниматься, если где-то что-то пропустил. Да, нужно наверстывать, конечно. Конечно. Сессии готовы уже? Готовимся. Готовимся. Ну что ж, мы желаем хорошо сдать сессию, чтобы эта победа, как говорится, боком не вылезла, да, а чтобы хорошая была и успеваемость тоже. Юль, вообще, что показала вот эта зимняя радуга вот именно в этом году? Какой вот он наш творческий потенциал студентов? Огромный, безграничный, креативный, всегда какие-то инновации, что-то интересное придумывают, выдумывают. Я хочу сказать, что зарождался фестиваль теперь уже в далеком 1997 году, как вот такая площадка, которая смогла бы объединить студентов вузов Гомельской области, познакомить, пообщаться, потому как тогда интернет еще не совсем был востребован, разве, скажем так. В 97-м? Да. Я бы сказала, его совсем не было. Ну вот, тем более. И несмотря на то, что сегодня есть возможность общаться и в социальных сетях, и другими всевозможными способами, все равно фестиваль востребован. Настолько вот нешуточная горит борьба за кулисами, конкуренция, что порой мы смотрим и думаем, боже, вот как бы то они не рассорились, потому что каждая команда, выходя вверх, они первокурсники. Они понимают, что это груз ответственности за целый вуз. Вуз, конечно. Команду целого вуза представляют. Вот, поэтому... А был какой-то номер, который тебе лично понравился на этой зиму? Вы знаете, мне как-то каждая команда чем-то своим особенно, потому что медики, это всегда вот, они уходят в профессию, презентуют себя. Да, педагоги очень активно, военно-транспортный факультет проявляется. Ну, я не знаю, тут Карабас-Барабас, Буратино-Мальвина, я бы в жизни не узнала, что военно-транспортный факультет. Ничего, скажем, такого личного я не могу сказать. Прошлые годы белорусский, государственный университет транспорта, тоже вот железная дорога, какие-то такие моменты. То есть, ну, у каждого есть своя фишка, своя изюминка. И этим фестиваль хорош, для того, чтобы мы смогли увидеть, чем же живет, скажем, медики смогли познакомиться, чем же живет МИЦО университет. Познакомиться друг с другом тоже. Правильно, да. И я хочу сказать, что впоследствии, ведь талантливые ребята, они, как правило, талантливый человек талантлив во всем, они на протяжении последующих 4-5 лет общаются, встречаются, знают друг друга в лицо, и уже приходя на различные, значит, мероприятия в городе, уже видят, понимают чей-то вуз. И, по крайней мере, знают, кто на что способен, это тоже очень-очень важно. Но вообще, дорогие друзья, достаточно перечислить название номинации «Зимней радуги», чтобы вообще понять размах, масштаб мероприятий. И амбиции наших студентов. Лучшая режиссерская программа, музыкальный серпантин, лучший актер и актриса, танцевальный взрыв, артистизм без границ, юмор-драйв, экстракт креатива. Это лишь некоторое название номинаций. Насколько важны? 14 номинаций. 14 номинаций, чтобы каждому достался приз, наверное. 7 командных и 7 индивидуальных, для того, чтобы постараться охватить каждого. Потому как были у нас и 3, и 4 индивидуальные, но мы посмотрели, что все-таки маловато, что у ребят настолько потенциал, и играют, и поют. И что-то, ну, открытие года есть такая замечательная номинация для того, чтобы поддержать, поощрить того, кто вот сделал взрыв в этом году в чем-то таком особенном, уникальном. Вот стоит напомнить, что форум студенческих талантов «Зимняя радуга» проводится более 20 лет, вот мы уже говорили, с 97-го года, и стала все-таки своеобразной визитной карточкой Гомельской области. И вот у нас сегодня в гостях студент года, это Олеся, студентка пятого курса уже нашего медицинского университета. Вот мне интересно, Олеся, помнишь ли ты свою «Зимнюю радугу» наверняка тоже участвовала? Да, конечно, я участвовала на своем первом курсе в «Зимней радуге», но, если честно, я не помню. Как не помнишь? Я не помню, потому что я на протяжении каждого своего курса, я помогаю ребятам-первокурсникам в участии в «Зимней радуге», и это каждый раз что-то новое, у нас каждый раз что-то придумывается, что я уже не помню, что было у меня, честно. Ну, наверное, в тот год не выиграл ваш институт, точно бы запомнила. Нет, в тот год не выиграл, да, выиграл в фазу прошлого. Вообще, в нынешнем году участники форума начали мероприятие с очень интересной благотворительной акцией «За дело». Юль, насколько вот ребята, студенты, молодежь подключились к проекту? Если само слово «форум» предполагает, что это нечто такое масштабное, грандиозное, то мы граничились не только конкурсной программой, вот о чем мы сейчас говорили. Форум состоял из трех составных частей. Конкурсная программа, затем перед конкурсной программой ребята презентовали, каждый вуз делал свою выставочную площадку, презентовал свой проект в год Малой Родины. И самое первое, с чего вообще начался форум, команда каждого высшего учебного заведения ребята посетили интернатные, социальные, детские учреждения города Гомеля и Гомельской области. Мазыряне были в Мозорском социально-педагогическом центре, но уже наши ребята Гомельские в различных Гомельских, с благотворительными программами, с акциями, с подарками, с концертами, для того, чтобы еще разочек подарить частичку своего творчества тем, кто особенно рад видеть. А куда вы ездили, как будущие победители, участвовали в акции? Ну, нам подарили сертификат по Золотому кольцу Гомельщины. Это уже... Нет, я имею в виду участие в благотворительной акции, вы же тоже участвовали, да? Это могли быть необязательные. А, необязательные эти ребята, просто команда вуза. Просто команда вуза, да, поэтому те, кто у нас в творчестве задействованы, они... Расскажите, что вам подарили как победителям? Это сертификат, получается, по Золотому кольцу Гомельщины, куда мы, ну, собираемся тоже поехать и взять еще ребят с детских домов, ну, чтобы тоже как-то порадовать перед Новым годом, сделать такой подарок. Ну что ж, дорогие друзья, вообще радует, конечно же, что молодежь сегодня проявляет свои творческие таланты, свои какие-то умственные способности не только на сцене, но и в детских домах, и в домах престарелых. Современные студенты сегодня очень активно занимаются благотворительной деятельностью. Каждый вуз, если не ошибаюсь, имеет свой волонтерский отряд. И не один. И не один волонтерский отряд. А вот на днях, мы прочитали в новостях, группа соцсетей Гомельского областного комитета БРСМ, называется она «Волонтеры Гомельщины. Доброе сердце» стала победителем республиканского конкурса. Мы вас поздравляем. Примите, это поздравление. Не только группа. Ежегодно в республике и в области подводятся итоги конкурса «Волонтер года. Доброе сердце». Победитель областного этапа, мы представляем этих ребят для участия уже в финальном. Да, приятно отметить, что из семи номинаций гомельчане привезли победу сразу в пяти номинациях. И одна из них, как вы правильно сказали, группа в социальной сети ВКонтакте «Волонтер года. Доброе сердце». Дорогие друзья, современные студенты поют, танцуют, разучивают монологи, читают рэп и занимаются благотворительностью. А вот чем занимались вы в свои студенческие годы? Звоните в студию, пишите в Вайбере, присоединяйтесь к нашему доброму вечеру. Спасибо большое за те сообщения, которые вы уже прислали. Анна пишет, что когда была студенткой, практически жила в студенческом клубе. Это были самые лучшие годы в моей жизни, вспоминает Анна. Ирина училась на заочном, поэтому творчество студенческое обошло ее стороной, и вот Ирина жалеет очень. Раньше в каждом университете, пишет Маргарита и Артур, был кружок туризма. Например, в нашем вузе это был клуб романтика, и мы объехали всю Беларусь с поездками и турпоходами. На самом деле студенческая жизнь еще очень полна традициями, и одна из них это выбирать лучшего студента года. Как это вообще происходит, Юль? Я никогда не участвовала в таком конкурсе, меня всегда интересовало, кто выбирает, по каким критериям определяет, что самый лучший студент года. Вот Олеся у нас в этом году. Да, с 2011 года по инициативе Союза молодежи проводится такой конкурс. В каждом вузе происходит свой отборочный этап, затем победители вузовского этапа приходят на областной этап, и уже победитель областного в этом году у нас, Медицинский университет, представительница Олеся, представляют область в финале конкурса. Ну а как-то, Олеся, это надо для этого сочинение написать, песню спеть, станцевать, я не знаю, что надо сделать для того, чтобы победить и стать лучше? Первый критерий, чтобы вообще участвовать в этом конкурсе, это, во-первых, нужно быть активным членом в научных обществах, вообще в студенчестве, средний балл выше 8,5. У тебя средний балл выше 8,5? Да. Или выше 9,5? 8,9. 8,9? И вот все эти 5 лет, это балл? Это считается средний балл за семестр, ну за год, который ты проучился. Предшествующий конкурс. Так, хорошо, значит, средний балл, участие активное принимать в жизни университета. Да, университета и научной работы тоже участвовать. То есть это не только творчество, это еще и быть хорошим учеником надо. Ну вот как ты считаешь, что в тебе есть такого, чего нет вот у других студентов, да, и все-таки, я извиняюсь, но такое звание, студент годы, это же не просто так. Вот как ты считаешь? Отличаешься чем-то? Я отличаюсь тем, что я такая, какая есть. Я была сама собой, я представляла себя такой, какая есть, никаких масок не одевала, я вот как есть, так и представляла. Ну и самое главное, конечно, это целеустремленность и быть уверенной в себе, это очень важно, мне кажется. Давай мы спросим у Артема, есть желание поучаствовать когда-нибудь в конкурсе студент года? Конечно, есть. Ой, мне кажется, у тебя есть еще и все шансы, Артем, серьезно. С такой группой поддержки, да. Ну, дорогие друзья, я думаю, для начала надо узнать, какова успеваемость у Артема. У тебя какой вот сейчас средний балл? Или еще неизвестный? А еще неизвестный. Это потому что не было первой сессии? Да. Ну, расскажешь потом? Конечно. Хорошо. Олеся, очень интересно, ты на пятом курсе медицинского университета, ты уже знаешь, каким врачом ты хочешь вообще стать? Ну, у нас в конце пятого курса происходит распределение на субординатуру. Я, на самом деле, еще не определилась до конца, кем именно я хочу быть, но я уверена, что это точно хирургический профиль, что это субординатура хирургия. Женщина-хирург? Да. Вот так. Ну, не зря лучше студент. Скажи, какие увлечения вот есть у тебя, кроме медицины? Кроме медицины я с детства танцую. Я занимаюсь танцем с самого младенчества. Это мое самое... Это как с младенчества? Ну, с пяти лет, ну, как бы, с самого... Ну, хорошо. С самого, да. И, ну, это даже для меня больше, чем увлечение, потому что я, как бы, половина моей жизни это для танцев посвящена. Ну, помимо этого, конечно, у меня как-то много различных увлечений. Это и спорт, это и животное. У меня есть маленькая собачка. А когда ты все успеваешь, мне вот интересно. И учеба, и общественная деятельность, и маленькая собачка, давайте здесь ниже гулять тоже надо. Я всем всегда отвечаю на этот вопрос, что главное желание. Если есть желание все успевать, то ты будешь все успевать. А вот ты что посоветуешь? Вот что посоветуешь студентам, которые вот сейчас первокурсники, вот рядом с тобой сидят ребята в нашей студии, которые вот пришли в институт, они вроде и хотят всего, и быть лучшими хотят, но не знают, вот как себя вести и показать. Вот что посоветуешь? Вот брать и показывать. На самом деле, нужно выходить из рамок своего комфорта и показывать всем, что ты можешь, что ты хочешь. И это всегда оценится, это всем понравится и все поддержат, я уверена. Во всех университетах будут поддерживать, если ты проявишь инициативу. Вот так, дорогие друзья, спасибо большое за совет. Есть сообщения от наших зрителей, какие были насыщенные студенческие годы и чем занимались наши зрители в своем студенчестве, в институтах. Ольга пишет, что в институте она вышла замуж, родила ребенка, успевала бегать на лекции и участвовать в самодеятельности. Ольга, вот вам и таким, как вы, вот эти вот аплодисменты. Действительно. Прям насыщенно, я бы сказала, да, студенческая жизнь прошла. Наталья передает привет университету имени Скорыны, Филфаку привет. Ольга спрашивает, не мешают ли песни и танцы учебе? Кому же нет вопроса задать? Кристина. Ну, нужно успевать все и хорошо учиться. Мешает или не мешает, скажите, вот вам? Нет, не мешает. Вам не мешает, хорошо. Мне поздравляем Белгуд с победы на зимней радуге, пишет Руслан. Здорово выступили, горд за наших. Вот так вот. Вот видите, вам поздравление сыпется со всех сторон. Дорогие друзья, сегодня мы говорим о студенческом творчестве, и у нас в студии присутствует, ну, самый молодой участник сегодняшней нашей программы, это Евгений Плюшкунов. Он стал, да, он стал лучшим молодым видеоблогером Гомельской области. И давайте для начала мы посмотрим фрагмент ролика, вот благодаря которому Евгений победил на конкурсе Академия блогов. Этот конкурс проводится Белорусским Республиканским Союзом Молодежи. Смотрим. Новый год по-белорусску, гэта мясо по-французску, а леуе и драники – мандарыны праники. Новый год по-белорусску, на столе заусёды густа, стол аж ломится трошчыть, за вушами аж звенить. Новый год по-белорусску, бульба смашена с капустой, а с напоя у Кока-Кола, гэта модна, для приколу. Новый год по-белорусску, ў кармане будзе пусто, а ле гэта апасля перших лишь боў студзеня. Белорусскі Новый год, гульні ноччу на пралёт, фейерверкі і петарды і ўапоўночы куранты. Белорусскі Новый год, ёлка свята карагод, падарункі радасть деці, вераўцуды на планете. Снех, сасулькі і сугроб, і сняшком табе ў лоб, санкі з горкі кувырком, ў Новый год ўсім шчастя ў дом. Новый год по-белорусску, гэта круг сямейны, в узкі, гэта мама, дзіма, тата, ўсё, што мне для шчастя надо. Ой, забыл, і котик куська, шисто кроуны белорускі. Усі разам мы сям я, усім шчадаю шчастя я. Новый год по-белорусску. Мне очень понравился этот ролик, он такой как раз в тему, такой актуальный. А кто стихи написал сам? Мы писали стихи вместе с моей крёстной. То есть это такой, знаете, вот видно, что человек с опытом писал, который несколько раз встречал Новый год по-белорусску, да. Мясо по-французску, вообще очень интересно так получилось. Евгений, вот у тебя на Ютубе есть свой канал сегодня, но я там этого ролика не нашла. У меня на канале, я снимаю на свой канал ролики про свою жизнь, про интересные моменты из моей жизни. А также я снимаю интервью с популярными артистами. То есть там определенное направление у тебя, да? Скажи, пожалуйста, сколько у тебя сегодня уже подписчиков? На данный момент у меня около 400 подписчиков. И какова цель? А цель, конечно же, набрать миллион подписчиков. Минимум первый миллион. Скажи, пожалуйста, о чем вообще твои последние ролики? О чем ты снимаешь сегодня, рассказываешь конкретно? Мой последний ролик был о том, как я ездил в Минск на один блогерский фестиваль. Это было очень интересное событие из моей жизни, которое я решил запечатлеть на камеру. Ну что ж, я предлагаю фрагменты этого видео посмотреть прямо сейчас, в прямом эфире. Давайте посмотрим. Я вам предлагаю сейчас сходить в Макдональдс поездить. Погнали. Окей, погнали. Прямо сейчас к нам подойдет еще один мой друг. Это Вова, с которым я постоянно хожу к звездам. С которым у меня были сняты самые популярные видео на канале. Такие, как видео Софии Ротару Газмановым. И сейчас он подойдет, и мы пойдем уже к блогерам. Привет. Как дела? Отлично. Ты снимаешь? Да. Ну что, пойдем сегодня к блогерам? Обязательно. Я сейчас первый раз в своей жизни прокачусь на метро. О, это произойдет в Минске. Вот и приехала наша метро. Ой, тут здесь много людей. Заходим за пузырь. Да. У меня есть уже браслет такой. Входной блюз. Смотри-ка. Стоит скромно. Это Женя блюжка. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Во время этого сюжета я пыталась выяснить, у кого-то из ребят есть собственный блог, да, или вот какой-то, не знаю, там сайт какой-то. Насколько я понимаю, ребят ни у кого нет, да? Ну что же, перейти пример. У всех есть Инстаграм. Да, у всех есть Инстаграм, это понятно, да. Вот. Евгений, тоже есть Инстаграм? Да, у меня тоже есть Инстаграм, который в последнее время я стал активно развивать. Евгений, тебе 15 лет? Почти 15, через 16 лет. Еще даже и нет 15 лет. Да, через 16 дней мне будет 15 лет. Вот что интересно, вот мы сейчас увидели такой, знаешь, вот, ну такой, по-настоящему такой разработанный чуть ли не сценарий, вот, то, что ты сделал в этом видеоролике. Ты это все сам вот придумываешь, монтируешь, все снимаешь, все сам. Да, я это делаю абсолютно сам и монтирую, и снимаю. Но иногда прошу друзей, чтобы они мне помогли в съемках, а так монтирую я все абсолютно сам. А снимаешь на телефон? Нет, я снимаю все на экшн-камеру. И давно у тебя появилось такое бордонико? И только в сентябре. А, так ты уже просто продвинутый блогер, да? Да. Ну, вообще мы видели, как сейчас вот блогеры развлекаются, отдыхают. Скажи, сколько времени ты проводишь за компьютером? Вот занимаясь... За компьютером я провожу довольно много времени, около 4-6 часов в день. А учебе? А учебе вот сколько ты времени уделяешь? А учебе я уделяю около 2-3 часов. Реакция видна. Ну, тогда расскажи нам, пожалуйста, Евгений, какова успеваемость самого лучшего молодого блогера Гомельской области? Вот какие оценки у тебя? Оценки у меня средние. 8, 7, иногда 10. Учусь я довольно неплохо. А какой предмет у тебя любимый? Любимый предмет, наверное, физкультура. Физкультура? Я была уверена, какая-нибудь информатика или что-нибудь в этом роде, нет? Ну, почему же? Информатику я тоже очень сильно люблю. Ну что ж, вот есть одно интересное сообщение. Давай попробуешь ответить Илье, нашему телезрителю. Интересно, на что готовы современные блогеры ради популярного видео в своем блоге? Вот, хороший вопрос, кстати. Или там ради селфи какой-то. На что ты готов? Чтобы вот миллион подписчиков набрать, на что готов? В последнее время на Ютубе стало очень сложно набирать просмотры и находить свою аудиторию. Поэтому нужно как-то выделяться среди других каналов. Нужно создать какую-то изюминку, из-за которой тебя будут смотреть. Вот какую изюминку ты можешь предложить своим подписчикам? Изюминка моего канала в том, что я встречаюсь с популярными артистами шоу-бизнеса и не только. И задаю им очень креативные, иногда веселые вопросы. А это артисты, они приезжают в Гомель или ты специально за ними где-то ездишь? Да, артисты приезжают в Гомель. После концертов я их встречаю и задаю им вопросы. То есть на концерт ты не ходишь, а встречаешь их после концерта? Иногда хожу на концерты. Просто билеты на такие концерты стоят недешево, я к этому веду. Ну да. Ну то есть твое увлечение родители поддерживают? Да, абсолютно поддерживаю. Скажи, пожалуйста, вот между видеосъемками, монтажом, между уроками, какое еще есть увлечение у тебя, у молодого блогера? У меня есть одно клевое хобби. Я люблю фотографироваться с артистами после их концертов. А, на этом мы заметили, да. Да. Еще люблю очень сильно выступать на сцене, в школе, во всяких кружках. Ну нет, я веду к другому. Знаю, что ты собираешь автографы. А, да. У меня есть довольно большая уже коллекция автографов звезд, которая составляет... Ну сколько, да, сколько там? Около 30 штук, но я планирую еще собрать очень много. Ну какой самый ценный для тебя автограф? И может быть история какая-то с ним связанная? Самый ценный автограф, это, наверное, автограф Филиппа Киркорова, потому что этого артиста я ждал очень давно. Любишь его творчество? Или это просто для коллекции? Просто для коллекции. Так, хорошо. Получилось взять автограф? Да, получилось взять автограф, сфотографироваться получилось. И на самом деле Филипп Киркоров не такой высокий, как все думают. Ну что ж, интересные воспоминания. Хорошо. Дорогие друзья, вы знаете, вот у нас сейчас время конкурса. Я хочу предложить разыграть пригласительный билет в картинную галерею Гавриила Ващенко. И для того, чтобы выиграть этот приз, надо ответить на вопрос нашего конкурса. Телефон 342243. Внимание, вопрос. Герою какого советского фильма принадлежат слова? Экзамен для меня всегда праздник, профессор. Еще раз напоминаю. Герою какого советского фильма принадлежат слова? Экзамен для меня всегда праздник, профессор. 342243. Разыгрываем пригласительный билет в картинную галерею Гавриила Ващенко. Наталья, можно я дополню конкурс еще своим подарком? Это будет являться автограф Стаса Пьехи. Но не Филиппа Киркорова, но Стас Пьеха тоже прекрасный. Я считаю, автограф для любой коллекции. Лично из моей коллекции. Из личной коллекции, Евгений. Ну что ж, спасибо большое, дорогие друзья. У вас есть теперь больше, ну скажем так, желания должно быть больше. Позвонить в нашу студию, 342243. Напоминаю, пригласительный билет в картинную галерею Гавриила Ващенко. И автограф Стаса Пьехи, который Евгений дарит, победителю нашего конкурса. Просто так, подаришь из личной коллекции автограф. И никаких условий. Только ответить на ваш вопрос. Только ответить на мой вопрос? А, хотя... Давайте добавим изюминку. Победитель конкурса должен будет подписаться на мой инстаграм. Инстаграм мой называется z.plishkunov. Ну что ж, дорогие друзья, надо же миллион как-то насобирать. Ну вот давайте общими усилиями, да, молодому 14-летнему видеоблогеру поможем. Евгений, ты уже решил вообще, куда будешь поступать после школы? Нет, я еще не решил, на кого я пойду после школы. Но я думаю развиваться дальше в творческом направлении. Может быть, тогда в торгово-экономический? Не удивляйся. Дело в том, что сегодня в Белорусском торгово-экономическом университете появилось собственное студенческое телевидение. На сегодняшний день сетка вещания студенческого ТВ здесь у будущих экономистов состоит из нескольких программ. Это дайджесты новостей, опросы и ток-шоу. Готовят здесь и эфирные версии внутривузовских концертов, конкурсов. Вообще аудитория этого студенческого телеканала – студенты университета и преподаватели. Программа транслируется на главные экраны по всему вузу и дублируется в интернете. Сегодня, напоминаю, у нас Кристина, как раз-таки студентка этого университета в гостях. Скажи, пожалуйста, ты следишь за жизнью своей альмаматор по сюжетам, по новостям, которые предлагает ваше телевидение сегодня? Да, конечно, следим, непосредственно принимаем участие. В нашем университете много активных творческих студентов, которые снимают различные ролики, участвуют в конкурсах, занимают призовые места. Так, и университет предоставляет все возможности. Возьмите еще. Университет предоставляет все возможности, и на базе нашего университета создана видеостудия Копер, и она действует, и студенты там развивают свой творческий потенциал. А вот сами вы не хотели, не хотели попробовать себя в роли ведущей такого студенческого телевидения? Ну, в качестве ведущей, наверное, нет. Это все-таки очень сложная и ответственная работа, но на начальных этапах создания YouTube-канала, который существует у нас в университете, непосредственное участие я принимала в съемках видеоролика, ну, и в качестве какой-то маленькой актрисы. То есть опыт уже есть. Но на самом деле, дорогие друзья, сразу после рекламы Кристина расскажет нам о своем таком вот близком сердце и совершенно необычном увлечении. Так что ждем и смотрим рекламу. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир до программы «Добрый вечер, Гомель». И сегодня мы говорим о студенческом творчестве. Конкурс. Напоминаю вопрос конкурса и напоминаю приз. Сначала приз. Разыгрываем пригласительный билет в картинную галерею Гавриила Ващенко и разыгрываем еще автограф Стаса Пьехи, который вот Евгений, наш молодой видеоблогер, предлагает для победителя конкурса. Итак, чтобы получить эти призы, надо ответить на вопрос. Герою какого советского фильма принадлежат слова «Экзамен для меня всегда праздник, профессор». У нас есть телефонный звонок, может быть, это победитель. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Давайте с вами познакомимся. Зовут Никита. Никита, скажите, пожалуйста, герою какого советского фильма принадлежат слова «Экзамен для меня всегда праздник, профессор». Знаете ответ? Виктор Павлов, операция «И». Операция «И» и приключения Шурика вы имеете в виду? Виктор Павлов, по-моему, говорил. Ну, так артист, по-моему, зовут. А как студента звали, не помните? Дуб. Студент Дуб был такой. Да, да, да. Ну что ж, вы выиграли. Вот молодежь наша, наверное, и не помнит такого фильма. Спасибо вам большое. Пригласительный билет в картинную галерею Гаврила Ващенко и автограф Стаса Пьехи достается вам. Спасибо большое за участие в нашем конкурсе. Дорогие друзья, в жизни студента, согласитесь, всегда есть место творчеству. Мы продолжаем прямой эфир, и я бы хотела обратить внимание на необычный букет, который вот сегодня находится на диване возле Кристины. Кристина, я, честно говоря, не сразу поняла, что это такое. Ну, давай вот сама расскажи нашим зрителям, ведь это необычный букет. Это букет... С сюрпризом. С сюрприз. С сюрпризом, это сладкий букет, да? Я так понимаю, это букет из конфет. Расскажи, где конфеты, чтобы было понятно, потому что не все, наверное, и угадали. Внутри каждого бутона спрятана конфета, которую можно легко достать, и композиция не изменит форму, как бы ничего. То есть конфету достал, съел, а букет остается. И сколько конфет в этом букете? Конкретно в этом букете 9 роз и плюс 8 маленьких. Это шоколадные конфетки? Да, 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 здесь шоколадные. Юль, ну вот тебе какой будешь нравиться букет? Живые цветы или вот конфетки? Вполне себе имеет право на существование. Вообще долго делать такая композиция? Ну, вообще, это такой творческий процесс, поэтому, в принципе, когда у меня заказывают букет, то от двух часов уходит. Но если у меня вот творческий наплыв, то я могу сегодня сделать что-то одно, завтра посмотреть, добавить какие-то детали, поэтому по-разному. А вот это все-таки хобби для тебя больше? Или это хобби, которое уже приносит тебе какой-то доход? Потому что ты все-таки у нас будущий экономист-менеджер, вот скажи. Уже приносит это какой-то доход? Да, 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 приносит доход. Я зарегистрирована как ремесленник уже несколько лет, плачу налог в размере одной базовой величины. Ну, сначала, да, это было хобби. Потом вот друзья, давай, давай, что-то большее. И, да, приносит доход. Ну, небольшой, ну, да, приносит. Но в любом случае, те знания, которые ты получила в университете, кстати, какой у тебя курс? Четвертый курс, да, последний. Вот эти знания, они как-то пригодились тебе для того, чтобы сегодня вот действительно вот как-то поставить это на какой-то бизнес? Да, конечно, знания пригодились. Чтобы создать какой-то бизнес, будет то очень маленькое, что-то домашнее, либо это будет большой бизнес, нужны экономические основы. Но, к сожалению, этого недостаточно. Я посещаю тренинги, различные курсы по развитию... То есть ты сама хочешь еще больше себя развивать. Ну что ж, у тебя получается очень-очень красивый букет. Спасибо. Замечательно, мне кажется, да, все оценили. Скажи, пожалуйста, а чем еще вообще увлекаешься, помимо изготовления букета из конфет? Я немного рисую. Ну, в принципе, из рукоделия я умею делать все. Но, да, вышиваю, шью, вяжу, как бы это все. Но сейчас отдала предпочтение, предпочтение свое, ну, как бы букетом. И мне нравится рисовать, но так как последний курс и, в принципе, очень много времени уходит на учебу, то очень мало времени рисованию. Но ты уже точно знаешь, чем будешь заниматься после университета? Это будет собственный бизнес или это будет, там, не знаю, какой-то банк? Ты уже думала об этом? Первым делом у меня отработка. А, а то тогда другому не мешает. Ну что ж, спасибо большое. Дорогие друзья, вот видите, обычно у молодых людей... Вообще давайте поаплодируем, да. Обычно у молодых идей хоть отбавляй, да. И мне очень нравится. Мы сегодня смогли показать лишь некоторые, некоторые такие таланты нашей молодежи. Но наверняка, ребята, у вас есть тоже какие-то вот идеи, Артем, Мария, вот, скажем так, ну, скажем, которые еще ждут своего воплощения, может быть, они какие-то дерзкие. Ну, поделитесь с нами, пооткровенничайте. Хочется. Вот. У нас в Белгуте вот будет проводиться турнир. Он такой вот большого масштаба. Спортивный? Нет, творческий. Вот он как первокурсник, только вот турнир тоже там свои сценки, свои постановки. За прекрасных дам, наверное. За прекрасных дам? Он в этом году будет юбилейный, и туда вот... И что ты хочешь? Не каждый может попасть. Ты хочешь, во-первых, туда попасть. Да. А во-вторых, ты хочешь там за прекрасных дам как-то еще и выступить. Мария, какие у тебя есть моменты? Ну, конечно, хочется и дальше продолжать эту творческую деятельность, потому что, вот как Юлия вначале сказала программы, то, что она пришла в университет и сразу спросила, что здесь можно сделать. Примерно у меня такая же была ситуация. Я пришла в университет и сразу хотела влиться в какую-то творческую деятельность, что-то начать делать, где-то выступать, как-то себя проявить. Потому что, если честно, просто учиться – это скучно. Нужно еще как-то вливаться в студенческую жизнь, потому что студентом ты не всегда будешь. Дается на это только 4 года, и нужно как-то... Еще по полной решили, да, взять из университета все, что там есть. Ну что же, Евгений, вот скоро и ты отправишься в университет, надеемся. Скажи, есть какие-то амбициозные планы там все как-то перевернуть, сделать по-своему? Да, есть. Я хочу создать тоже свое студенческое телевидение и дальше его развивать. Ну а в каком ВУЗе ты пока еще не знаешь? Да, еще не знаю. Ну что ж, спасибо большое за откровенность. Юля, а какие вот ты представляешь, ну скажем так, будущее нашего студенческого творчества? Вот так бы спросила я. Такое же яркое, такое же динамичное, такое же многогранное. И самое главное, чтобы это только способствовало учебе и тому, что человек, безусловно, занимаясь чем-то помимо учебы, он себя совершенствует в различных сферах. Кругозор расширяется, личностные какие-то планки поднимаются. Поэтому мы только за, и мы как союз молодежи одним из наших направлений является поддержка одаренной талантливой молодежи. Дорогие друзья, но при этом не забывайте учиться. Учиться очень хорошо. Так что да, впереди сессия. Мы желаем вам еще и хорошо к ней подготовиться. Вообще есть такая пословица. Около молодых посидеть, самому помолодеть. Вот так приблизительно я себя сегодня и чувствую в этой студии. Красивые, талантливые, целеустремленные студенты гомельских музов были сегодня на Добром Вечере. Конечно, спасибо вам всем, удачи. И вы знаете, сейчас вот я попрощаюсь с вами, а для вас прозвучит песня в исполнении студентки, Дарины. И вы знаете, наверное, я думаю, мы посвящаем ее всем студентам. Это была программа Добрый вечер. И ровно тысячи лет мы просыпаемся вместе, Даже если уснули в разных местах. Мы идем ставить кофе под Элвиса Пресли, Кофе сбежала под противник ХИЧА. И мое сердце остановилось, Мое сердце замерло. Мое сердце остановилось, Мое сердце замерло. Спасибо.